В этом уроке я вам расскажу очень банальные вещи, как окно опций. Я думаю, что многие из вас уже знают, как оно открывается и как с ним работать, но в этом уроке я просто вам покажу, как это я показал коллегам на английском языке. Итак, значит, когда вы открываете любое меню, у вас есть несколько способов посмотреть, какие у вас опции есть, либо пройтись по всем опциям, которые включены в это меню. То есть, если, например, скажем, вы открыли окно Setup, и вам нужно посмотреть, какие у вас опции есть вот в этом меню Console Mode, если вы нажмете двойной клик, у вас выйдет три опции, которые у вас есть в этом меню. То есть здесь вы можете выбрать нужную для вас. Если это обычная функция, где просто стоит Enabled, то есть включен, значит, обязательно есть какая-то функция Disabled. То есть вместо того, чтобы вам двойной клик выбирать опцию, у вас есть такой еще вариант, когда вы нажимаете клавишу Enter, и просто вы проходите по опциям, либо по всем опциям, ну, как в моем случае, это всего две опции, включить и выключить. Вот. Еще, если, например, скажем, вы работаете с Q-листом, то есть я нажал дважды на S клавишу, вот у вас открылся Q-лист. Еще один вариант, как открывать опции, это нажав на вот этот прямоугольник, который находится над плейбаками 6 и 10. Значит, если вы выбираете любое меню, то есть если вы двойной клик сделаете, у вас откроется, например, вот такое окошко Set Fade Times. А также вы можете выбрать меню и кликайте сюда, и он у вас открывает точно такую же менюшку. То есть, опять же, если вы даже вернетесь в окно Setup и нажмете вот в это окно, у вас откроется окно опций ваших. Опять же, возвращаемся в окно Q-стака. Вы можете нажимать, например, если у вас есть окно Hold, то есть это меню, которое говорит удерживай до следующего шага, до запуска следующего шага, если вы двойной клик нажмете, вы увидите ваши опции здесь. Если вы нажмете просто Enter, он у вас в основном пройдется по основным опциям «Да», «Нет», «Да», «Нет». То есть, если вам нужно больше опций, двойной клик, и здесь ваши опции откроются. Это все на сегодня. Если у вас будут еще какие-то вопросы, обращайтесь. Спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok